девочки мальчики всем доброе утро точнее добрый день у нас сегодня будет с вами запеканка я готовлю запеканку творожную у меня тут килограмм творога налила смесь яйцо манка сахар соль настоялась уже манка немного набухла разбухла сейчас я это все смешаю с творогом и отправлю это все в духовку только у меня такое при кете бы не знаю как получится конечно таким торговым разве может это и получится добавим сюда ванилинчик ванилинчик а добавим для аромат аромата запаха запеканка будет без изюма я уже делаете запеканку недавно получилось очень вкусно прям очень-очень вкусно как это вообще не идет на всякий случай чё ты как-то не знаю а еще масло масло сливочное думаю что надо масло масло я тут топила микроволновки и оно у меня убежало взорвало все масло короче здесь вся для масло тоже сюда сейчас волью все это перемешаем тщательно это одно и либо полторы ложки столового и вот это сюда вливаем добро рецепт я нашла короче все это мешает перемешиваем сейчас я запеканку сделаю а потом мы с вами будем сажать микроделли до посмотрим вырастет у нас чем-то не вырастет собирается на губки мульки сейчас поеду гулять на что вы поедете гулять вот они либо на какую-то гору собрались идти ехать так хорошо но у стекло суммышка были сук вообще страны нету тепленько так было вот такая масса получилась как творожная масса вот такая масса получилась как творожная масса противень смажем маслом следующий на 180 градусов и будет у нас сегодня еще борщ я буду борщ готовить мясо до стали размораживаться мы сегодня пошли в магазин с олегом с утра среди погулять и сразу в магазин с продуктами без карт но с телефоном хорошо что там адовая есть сейчас можно магазин без наличных без карт но с телефона нас еще там делаешь все уже скоро поедете скоро уже поедете как мне кажется большая форма так мы все так сейчас чик-чик распределили 8 размазали и в духовку до готовности не знаю сколько будет готовить в прошлый раз больше я смотрел температуру стоял такую верхушками сильно и в духовку до готовности сейчас помою посуду почищу картошку на борщ пуску порежу и все почти разморозилась друзья сейчас будем сажать сажать будем крес салат у меня есть такая емкость в принципе подойдет любая я это делаю первый раз я вчера почитала начиталась а как выращивать эту микро зелень чего я вообще взялась потому что я в магазине просто увидела микро зелень для микро зелень вот такой-то коврик и решила просто попробовать не знаю конечно получится вообще получится решение вот ну а сделаем так вот отберем коврик берем коврик вот этот вот давайте вот как-то вас опущу его нужно смочить но здесь написано что его нужно смочить я думаю одного хватит за это короче вот это нужно дело смочить сейчас я смочу быстренько простой воде вот друзья я смочить она знаете как сверху вроде смочилась а внутри нет я не знаю как это делать поэтому берем потом берем просто так еще по плеску все заплеснили нафиг от влажность берем семена и мелкие семена красота и что мы делаем мы посыпаем равномерно посыпаем посыпаем так чтобы они друг на друге они лежали стараюсь стараюсь по крайней мере так ну это их там пять штук и друг на дружке нагревать просто так это все а значит может быть тебе целого пакетика хватит на несколько штучек короче вот вот так у меня получилось видали так мне кажется что она не сильно влажная вот эта штука я я вчера смотрела видео я читаю вчера читал очень много мне во сне снилось как я сажаю этот салат короче ладно столько пойдет теперь мы берем брызгалку и брызгалку аккуратно чтобы они у нас не разбетелись никуда зернышки наш может и вырастет вообще наверное хватит совсем будет мокро короче их можно сажать даже меня почитал на марлю на эти на салфетки на туалетную воду и на ватные диски у на вату короче вот так я купила вот эту но я хочу просто попробовать вот все мы засеяли наш огород почти готов теперь что мы делаем я тут прочитала что нужно нужен прижим прижим для микрозелени чтобы она росла а вся ровненько такая ну красивенькая ну даже такой шапочка по красивым я читал читал что такое прижим нашла прижим это нужно поставить сюда утяжелить накрыть салат нужно полкило ну полкило у меня ничего нету я решила поставить 900 грамм я думаю ничего не случится если что-то случится но после еще раз еще раз попробую и короче что мы делаем вот в эту штуку я положила рис и вот так вот делаем прижимаем мы это дело прижимаем правда неровно на индукцию на отсюда будут расти вот и все и вот это дело мы отправляем в темное теплое место но не прохладно просто теплая на три дня на три дня а потом а потом я как раз пойду завтра на работу и потом посмотрим через три дня чего у нас получится еще получится ли короче это дело убираем в темное место на три дня забываем о нем через три дня мы достаем и снимаем вот это вот этот прижим снимаем и все и ставим под свет подсвет либо у нас подоконник и она должна расти это зелень вырастет примерно за неделю вот а в течение трех дней а зачем вообще этот нужен прижим потому что она не сказал да потому что какой-то расточек выше будет какой-то ниже вот короче вот они вот должны вот так вот вылупиться у нас и потом мы посмотрим что у нас получилось все куда теперь убрать не знаю шкаф на я наберу короче как-то так поливать пока нельзя так видео на говорил а молодой человек который занимается или поняла она очень давно занимается и успешно продает короче микрозелень под поливать не нужно поливать только потом когда снимут этот прижим каждый день те что продолжаю страдать ерундой я взяла вот такую емкость баночку засыпала и положила сюда ватный диск попробуем что-то мне кажется здесь воды слишком много но может быть и немного короче знаете что это я просто сделаю как парничок накрою крышкой то есть пресс не буду ставить вообще еще прижим делается для того чтобы вот эти вот зернышки не оставались на листочках чтобы они оставались внизу на листах сейчас попробуем еще такой вот вариант хумусный вариант и все уберу и посмотрим как потом пока запеканка готова чуть-чуть подгорела но на самом деле нет нормально сейчас буду пить кофе лет не хочет борщ больше пока готовится посмотрите там внутри она мне готовилась целый час я сбавила температуру не горел сверху я уже пожарку приготовлю и ждем о смотрите все про готовилась ничего не сырое не сильно сладко я поменьше сахара положим я сейчас буду есть с с сгущенкой поэтому я сахар не так много когда она подостынет она будет еще вкуснее мне нравится что нет уже все съели совсем честок у нас больше не с кучонки кто любит запеканку со с сгущенкой через какой-то крем специально с молоком вот я души не буду делать все мне приятного аппетита очень вкусно очень вкусно так я с носителем кстати купил яйца терочки три штучки чуть он засох это наверное мы когда несла было нормально холодно, наверное, подморозился. Три штучки взяла. Жду, когда они расцветут. А еще в пятерочке я уже 6 бокалов таких набрала. Теперь буду собирать высокие. Уже наклеек хватило на пару высоких, но у нас здесь нет нашей пятерочки. Буду где-то в другом месте брать. Накоплю 6 высоких бокалов, бокалов и вот этих. И, наверное, надо еще отвезу. Ну, чтобы набор был. Не такие, чтобы разношорстные были, а чтобы все одинаковые. Симпатичная вот так, да? Вот это все. Ладно, сейчас покушаю, потом кручусь. Друзья, Настя у нас уже пришла, приехала. Расскажи, где ты гуляла? Ездили на Царев Курганово. Вот. Все. А меня не взяла с собой. А я так хотела, так хотела. Она говорит, нет, не возьму, и все. Шучу. Шучу. Я решила вам показать. Смотрите, я замочила вот это вот добро. Когда? Где-то в обед, да, Настя? Да. И тут уже вон там, вон там, видите, чуть-чуть вот тут вот проклевывается. Проклевывается. Ну, знаете, что я вам скажу? Это так воняет. Пахнет. Я поставила это в шкаф. Шкаф открываешь, а пахнет. Я, кстати, открывала шкаф, и я заметила. Пахнет, пахнет, да. А почему пахнет? Ну, не знаю, конечно. Так, а здесь еще? Ну, и ладно. А здесь еще ничего. Блин, мне кажется, здесь все-таки это не так влажно, наверное. Хотя вроде влажно. Короче, ладно. Посмотрим, если что, еще раз повторим. Это действие. Ну, пахнет. Я даже не знала, что семена так пахнут. Но здесь, короче, процесс уже пошел. Ну, вот. Так что что-нибудь, может, и будет. Борщ я наготовила. Он получился вкусным. Но все как обычно. Папе нравится. Олегу мы покушали. Сходили с Лизой погулять. Ну, все. Время у нас уже 8 часов. Мне завтра на работу. И что-то как-то, знаете, не отдохнула я. Такое чувство, что мне еще нужно... Что у меня вообще завтра еще должен быть выходной. Почему-то не отдохнула. Не знаю почему. Вроде 3 дня отдыхала. Работала просто 4 дня. Вот. Ну что, друзья, ребятки. Я на работу. Будут выходные. Мы с вами еще увидимся. Ну, а на сегодня все. Всем пока-пока. До новых встреч. Настя, пока. Пока.